Зелёный цвет сегодня в тренде. На площади героев собрались пограничники со всех рубежей. Около 500 человек рабочий день объявили выходным. Отпрашивался. Каждый год. Прошлый год не получилось, в этот год уже написал заранее заявление, чтобы отпустили, потому что хочется праздновать, отдыхать в этот день. Торжественный митинг начался ровно в 10 утра. Здесь всё традиционно. Речи, цветы и минута молчания. Сергей Побережец за происходящим наблюдает из первого ряда. Пришёл сюда ещё на заре. Не мог свой главный праздник в году пропустить. Новый год для меня меньше, чем день пограничника. Митинг продолжался недолго. И вот уже плечом к плечу пограничники идут по главным улицам города. Сергей Побережец и здесь, в первых рядах. Впрочем, последних здесь нет. Ведь пограничники в один голос уверяют. Они элита российской армии. Первые получают, как говорится, удары – это пограничники. Сильнее даже спецназа нет. Я вам серьёзно говорю. Так что я могу поздравить вас с праздником и крикну только «За ПВ! С праздником!» Так под звуки оркестра пограничники и дошли до Нижнего парка. Сегодня всё для них. Даже концерт устроили. Но на скамейках зелёных фуражек немного. Зато те, кто есть, поют с душой. А вот в тени деревьев настоящий аншлаг. Тосты за границей, за зелёные береты, за зелёные пауны. Самые крепкие сегодня всё же дошли до центрального пляжа. Здесь своеобразная погранзастава. У красно-зелёного столба и фотографируются, и продолжают отмечать. У нас сутки с 20, поэтому, думаю, часиков до 8. Не позже. А дальше всё, обычные рабочие дни. День пограничника завершился без происшествий. Не было даже купаний в фонтане. Зелёные фуражки говорят, что это традиция голубых беретов. Для них привычнее суша. Светлана Федоренко, Олег Голобоков, ТВК Новости.